Приветствую вас, аноним. Ну, коллеги вам уже, в принципе, ответили на ваш вопрос. Я не знаю, насколько смогу и смогу ли я вам что-то новое сказать по вашей ситуации. Ну, я все же попытаюсь, да, постараюсь, тоже попытаюсь это сделать. Вообще, мне показалось, что какое-то вот чувство вины у вас присутствует по отношению к людям. Я могу, естественно, ошибаться, я могу, естественно, каких-то моментов не снять, но есть у меня вот такое ощущение, что чувствуете вы себя как будто, ну, как будто, как будто виноватым что-ли. Виноватым, виноватым за что-то перед, ну вот, перед людьми, с которыми вы взаимодействуете. Есть у меня вот такое ощущение. Вот. И на мой взгляд, ну, было бы здорово этот момент как-то разобрать, этот момент как-то рассмотреть. Потому что, если я прав, то именно вот чувство вины вам мешает, мешает вам, ну, двигаться по жизни дальше, вперед, туда, куда. Вы хотели бы двигаться. Вот. Я в этом не уверен, безусловно, я не могу быть в этом уверенным, но мне вот кажется, что чувство вины здесь присутствует и чувство вины присутствует. Ну, достаточно сильно, чтобы вас как-то вот постанавливать, чтобы как-то вот вам, ну, чтобы вас как-то ограничивать. Ограничивать в том, что вы делаете и в том, как вы себя ведете. Вот. Вот. И еще раз хочу подчеркнуть, что я не утверждаю этого наверняка. Я просто высказываю свою мысль сейчас. Вот. Страх для вас, как и для любого человека, напрямую связан с его желанием. То есть страх человека – это человеческое желание в определенной степени, в определенном роде. И, на мой взгляд, наша задача с вами понять, чего именно вы хотите. На мой взгляд. На мой взгляд, наша задача понять, что вам нужно и к чему вы стремитесь. Вот. И, если это получится у нас, например, с вами, то ситуация будет гораздо для вас, ну, более привлекательная, более понятная, более… такая вот, естественная, что ли, чем она есть сейчас. Для вас. Вот. Поэтому, чего вы хотите? Вы говорите, что у вас страх будущего, страх наказания запросил ошибки или мелкие ошибки. Значит, с одной стороны, это, как я и сказал, чувство вины. Вы себя вините, с одной стороны. С другой стороны, это невозможность, это невозможность положиться на себя. Это невозможность положиться на свои чувства. Это невозможность положиться на свои желания, это невозможность положиться на своей ценности. Вот. И, собственно, да, это вот вопрос о том, что вы не способны... Вы не способны опереться на себя, вы не способны опереться на свои ощущения, вот, ну, возможно, не способны или не хотите этого делать, вот, не можете этого делать, ну, вот, боитесь этого делать, не привыкли к этому, вот. Хотя, никаких, как бы, предпосылок, да, никаких предпосылок для этого нет, никаких предпосылок для этого нет, и, в принципе, быть не может, но у вас, у вас, очевидно, эти предпосылки все же есть, вот. То есть, здесь нужно поработать с чувствами и научить вас на них полагать страх будущего. Второе наказание за прошлые ошибки, это чувство вины, это чувство вины перед, как раз, людьми, вот, которые, ну, вокруг вас, это чувство вины перед людьми, которые, ну, как-то, как-то, вот, с вами взаимодействуют, и, соответственно, ну, если это чувство вины, то, с ним нужно работать с этим чувство вины, потому что это не выраженная агрессия на людей, которые, вот, вас, ну, как-то, вот, ну, как-то, может быть, принижали, как-то, может быть, обесценивали, вот, и вы когда-то себя не защитили, просто, ну, просто себя, вот, вы, вы себя просто не защитили, вы, вы себя не обезопасили, вы не сделали ничего, ничего для того, чтобы вам был комфорт, вы не сделали ничего для того, чтобы себя, как-то, вот, ну, и, соответственно, соответственно, та агрессия, которую вы подавили в себе, она превратилась вот в такое вот чувство вины, и нет ничего удивительного в том, что вы боитесь наказания, потому что вы сами не уверены в том, что наказание быть не должно, в вашем случае, то есть вы сами не уверены в том, что в вашем случае не должно, не должно, ну, что вас не должны наказать, хотя, безусловно, ну, вряд ли вы в чем-то особо виноваты, и вряд ли вы, там, вообще-то, вообще должны, там, за что-то нести, нести ответственно, ответственно, ну, но тем не менее, вы считаете, что, вы считаете, что вас стоит, вас стоит винить, во, и, а, и, вот, в первую очередь, речь идет об этом, в первую очередь, речь идет об этом, чтобы найти вот этот вот ключевой момент, когда вы стали себя винить, когда вы перестали себя защищать. Вот, может быть, вы никогда себя не защищали. Вот, может быть, вы себя защищали, но слабо. Вот, короче, работать вам нужно вот примерно в этом направлении. Объективно речь идет именно вот о том, что обесцениваете вы. Какие-то вот свои потребности, да, свои знания, обесцениваете вы, возможность и необходимость себя защищать. Вот. А это, безусловно, прямо влияет на ваше самочувствие, ваше состояние. Вот. Почему такая ситуация происходит? Здесь мы прямо подходим к тому, что вам вот, ну, как-то вот, бывает вам стыдно, да, и так далее. Потому что вы не принимаете себя, вы не принимаете полностью, вот, себя таким, какой вы есть. Вот. Вы отказываетесь принимать себя таким, какой вы есть. Вот. Вы считаете, что вы не должны быть таким, какой вы есть. И отсюда идет вот это вот самое отрицание, да, и если идет отрицание, то, ну, на мой взгляд, несложно догадаться, да, несложно совершенно догадаться, что если идет отрицание, то идет и соответственный остыд. Вот. Поэтому следующий пункт будет иметь, следующий пункт у нас это принятие, полное принятие, полное принятие себя, да. Вот. И отказ от таких вот оценочных каких-то осуждений, которые у вас есть, да, ну, сейчас, которые сейчас у вас есть. Вот. Отказ от этих осуждений. Вот. И, соответственно, работа по, ну, собственно, по принятию себя. Потому что стоит это про, вот именно, про непринятие. Про непринятие себя таким, какой вы есть. Дальше. Боюсь пострадать. Ну, страх, вот, пострадать, чтобы получить, если я понял, да, получить, эм... какое-то, какое-то увече. Это желание избежать ответственности, вот, у вас. то у вас такое желание избежать ответственности, что вы, по какой-то причине, вы боитесь ответственности, может быть, что вы с ней не справитесь с ответственностью опять, может быть, она как-то тягосит вас, ответственность, я имею ввиду, вот, может быть, есть какие-то еще детали, на которые нужно, надо бы обратить внимание, но, на которые вы не обращаете внимание, в силу, вот, ряда причин, но тем не менее, тем не менее, что это тоже очень такая вот важная история. К примеру, начал ругаться, он реально меня застыкал, несмотря на то, что это моя физическая превосходство, это не очевидно, но здесь понятно, есть неуверенность в себе, это совершенно очевидно, что вы, вот, как-то вот в себе не уверены, да, и, соответственно, по сути, вот, вопрос опять же заключается только вот в том, на чем базируется ваша неуверенность в себе, на непринятие, например, ее, то есть, непринятие, ну, своих желаний, своих чувств, да, вот, или, может быть, на чем-то еще. То есть, мне кажется, очень важно это разобрать, что очень важно, чтобы вы для себя сами поняли, почему вы сомневаетесь, а вот в чем вы сомневаетесь в себе, да, да, вот, ну, если сомневаетесь, то в чем вы сомневаетесь, в чем вы не уверены, вот, в чем вы не уверены, что, собственно, как-то вот, ну, мотивирует вас, вот так вот себя, ну, так вот себя вести пассивно. Опять же, не идет речь здесь о том, о том, чтобы разобраться, вот. Вполне вероятно, я так думаю, что вы в какой-то степени предъявляете к себе слишком, ну, слишком большие требования, слишком суровые, слишком серьезные требования к себе, вот. И в результате этого, именно в результате этого, вот, в результате того, что вы определяете к себе требования, слишком, слишком серьезные, вот, вам постоянно, ну, постоянно стыдно, вот, за то, за то, что, а-а-а-а, как-как-как, ну, за то, что вы делаете, вот. Ну, слушайте вот, вы говорите, что стыдно, будет перейти перед девушкой... Хотя, я физически отличный развит, умеет драться, немного занимался единоборствами. Ну, здесь, вы, на мой взгляд, а-а-а-а-а, сравниваете, а-а-а-а, себя с а-а-а- ну, с другими людьми, вот, что тоже является в некоторой степени психологическим моментом, да, я подчеркиваю момент психологический, на который стоит обратить внимание, потому что, ну, потому что, если вы сам сравниваете себя с другими людьми, значит, вы, опять же, обесцениваете. Себя самого, да, раз вы себя обесцениваете, ну, значит, причина, вот, собственно, ваших сомнений здесь, она, она вполне весна. Дальше, так, когда-то давно это бывало, и дальше вы пишете про алкоголь, что, когда раньше я выпивал, говорите вы, то проблем никаких не было, вот, когда я раньше выпивал, говорите вы, значит, ну, сложностей у меня не было, то есть, я иду, я дрался, и все было, все было нормально, вот. Ну, грубо говоря, грубо говоря. Грубо говоря. И, конечно, хочется вас спросить, так, а что же, собственно, изменилось? Что же я, собственно, поменял? То есть, вот, когда, когда, когда вы пьете, почему вы становитесь более уверенным в себе? Что происходит? Что меняется? Алкоголь, получается, снимает некие ваши ограничения, да? которые в обычных условиях вполне себе присутствуют. Вот, ну, если мы говорим, если мы говорим про алкоголь, если мы говорим про то, что он снимает некие ограничения, вот, то, ну, очевидно, что надо бы понять природу этих ограничений и постараться сделать так, чтобы вы не испытывали их эти ограничения. Даже, когда вы требует, вот, ну, да, это, понятное дело, это требует определенной работы, понятное дело, что это требует определенных усилий, но это уже, я так думаю, что это уже зависит от вас, да? Вот, вот, заходите вы этим заниматься, не заходите вы этим заниматься, вот, заходите вы это делать, захотите ли вы работать над собой или нет, вот, но тем не менее, тем не менее. Дальше. Дальше. О, значит, так, сейчас, если у нас нет конфликта, у меня будут корзи отрасли, они имеют руки, они имеют тело, и, собственно, руки затыкли глаза, сходу прыгнул бы, которые не надо. Ну, понятно, специально, это выкрепить свой дух, отрасль на работу и охрана, теперь понимаете, что все заглубилось, боюсь возразить, допустим, не звучит, что она входит в справедливый магазин или еще где-то. Не верю на себя, потому что боюсь, что это под атер конфликта, я не вывел. Здесь у вас, как раз таки, проявляется сверхстребование к себе, потому что вы вступаете в конфликт, не для того, чтобы себя, условно говоря, ну, чтобы себя защитить, да, себя защитить, там, девочку защитить, а вы вступаете в конфликт для того, чтобы вывести. Ваша основная цель – это вывести, вы хотите вывести. Вот, вопрос возникает. Что для вас, значит, вывести? То есть, вывести – это как? Вывести – это что? Вывести – это почему? Да, ну что, вывести – это зачем? То есть, опять же, опять же, опять же, я вас не обвиняю. Да, я сейчас хочу, чтобы вы, ну, понимали. Ну, нет, я не обвиняю вас. Моя цель – это добраться. Вот человек, человек, да, в конфликте хочет выиграть. Но, простите, если человек в конфликте хочет выиграть, если человек в конфликте хочет победить, означает ли это, что он Грубо говоря, Жизнь, вот жизнь, Воспринимает 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 Как Игру Оснащая след Данный момент Если вы Воспринимаете 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 Жизнь Как Игру Если она вам видится так То Очевидно Что У этого есть Свои причины Очевидно Ну, так вот И Давайте Поиследуем Эти причины Почему Данный Жизнь Эта Эта Игра Почему Данный Жизнь Эта Игра Почему Данный Жизнь Это, по сути, вот такой вот Ролл Да Выиграю Страх Поражения Вы Очень Сильно Боитесь Поражения И Конечно Же Если Вы Боитесь Поражения То Естественно Вы будете бояться Что-либо делать Потому что Все Абсолютно Или почти Все Будет ставить Под угрозу Ваша Вот Ну Ваша Ваша Беспроигрышность Вашу 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 победу Ваше Равновесие Ну как хотите На самом деле На самом деле Вот То есть Что угодно Будет ставить Эта Под сомнением И В общем Вы понимаете Почему Вам Так плохо То есть цели здесь какие-то. Боюсь возразить, например, если идет в основном в ходе несправедливо, в магазине, потому что боюсь, что это подошло в комплекте, я не вывезу. Ну, опять же, да, не вывезу. В любом случае, так, очень боюсь. Драк. Говорят, честь дороже жизни. Нет, честь не дороже жизни. Или что? Что вам поможет? Нет, мы и поможем, но всем конкретно помочь вам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если вам понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.